Люди сейчас в большинстве своем, они не обладают своей нормальной жизненной энергетикой посредством пресловутого социального программирования. Как это работает? А так, что мы сейчас верим во множество разных ложных тем, идей, установок, каких-то верований. И сейчас это будет большая проблема. Ну как будет? Она уже есть. То, что мы живем тем самым во время огромной неопределенности. Неопределенности, непонятно, что с нами будет завтра, через какой-то еще промежуток времени. Очень много информации, непонятно, как выстраивать план, стратегию на какой-то даже период своей жизни. И получается, что очень высокая степень неопределенности. Даже если тебе сегодня кажется, что у тебя жизнь стабильная, размеренная, все хорошо, спокойно, то завтра это может быть совершенно не так. И это, опять-таки, вот как раз такая современная проблема у нас. А что касается отсутствия энергетики у людей, это вот, как я говорю, повторяюсь, вследствие контакта на ложные темы, ложные установки, ложные идеи. Любая мысль, любая идея, любая какая-то установка, это энергетическая вибрация. Если ты в нее веришь, соответственно, у тебя будет энергия либо приходить, либо уходить, ну, либо нейтраль. Поэтому даже можешь поставить эксперимент, будучи, находясь в более-менее спокойном, отрешенном состоянии, почувствовать полностью себя, свое тело, и в таком состоянии, отрешенном, да, попытаться давать контакт, то есть фокусировку на какие-то установки, которые ты заведомо понимаешь, что они ложные или истинные. И прислушивайся к своим ощущениям. И ты будешь замечать о том, что при контакте на ложной установке твое тело будет, ну, как-то уменьшаться в размерах, энергия будет уходить, ты можешь чувствовать давление, можешь чувствовать какое-нибудь покалывание. И наоборот, если тема истинная, если это правдивое что-то, ты можешь чувствовать тепло, расширение, может быть, какое-то приятное ощущение в теле. Причем это должно быть на уровне всего тела. Допустим, там в руках, ногах, по голове, в груди, в животе. Это так работают все наши чакры. Если у тебя все в порядке со здоровьем, с ощущениями в целом, то есть здоровье у тебя во всех уровнях гармонично, и оно у тебя, ну, то есть здоровье у тебя все в порядке, то тогда вот ты будешь все это хорошо чувствовать, когда что-то ложное, что-то лишнее привносится в твое состояние. И так ты можешь ощущать, какая-то установка ложная или какая-то установка истинная. Большинство людей, они этого не чувствуют, потому что большинство людей, у них чувствительность, она настолько отуплена, настолько они нечувствительны, что понять, что они двигаются там по ложным идеям, за ложными целями, согласно ложным каким-то им внедренным установкам, это очень тяжело понять. Ну, допустим, мы все понимаем, что высшее образование, стандартная вот эта вот система высшего образования, она людям не дает обеспеченности, хорошей работы и не гарантирует счастливую жизнь. Но почему-то люди все равно туда сломя голову, лишь бы вот получить корочку, лишь бы отучиться, а потом уже давайте искать, что на самом деле хочется делать в жизни, чем на самом деле хотелось бы заниматься. Но при этом потратим кучу времени, здоровья, сил, нервов, а то и денег на получение этой корочки, успокоимся, а только потом будем уже думать, что же нам делать в конце концов. Ну и так в других сферах своей жизни тоже. Поэтому ничего хорошего такого, прямо светлого, какого-то позитивного у нас не будет. Да, конечно, кто-то скажет, что мы живем во времена комфорта, у нас технический прогресс. Это все иллюзия. Это иллюзия комфорта. За этим комфортом происходит то, что задавлены наши инстинкты, наша природа, наша энергетика опять-таки. И мы помещаемся в эту комфортную капсулу. Ну и по сути на этом все заканчивается. Ладно, тему пока оставим. Если будет интересно, то продолжим об этом рассуждать. Но эта тема как раз-таки касается системного понимания того, что происходит. Нет смысла просто говорить о том, что вот у нас сейчас, знаете, что у нас там женщины, они у нас такие, меркантильные. Или вот это вот еще мужское движение. Давайте, я сейчас буду теперь жить один, мне никто не нужен. Лучше жизнь соло, ни на кого не надеяться, только на самого себя. Буду заниматься собой, своим саморазвитием, своей работой. Ходить в спортзал, все, только я, больше никаких женщин. Это тоже неправильно. Уход из крайности в крайность это неправильная позиция. Любая крайность, любая радикальность, это нехорошо. Все должно быть гармонично. Как сказал Будда, если струну слишком сильно натянуть, она лопнет. Если она будет ослаблена, то она не будет играть. Поэтому везде должна быть злота и середина. Везде должна быть гармония. Да, нужно выстраивать границу в своей жизни, кого попало не подпускать. Ну и оставаться одному, без женщины, без женского начала. Тоже не очень правильно. Так же для женщины. Продолжение следует... Продолжение следует...